коллеги добрый вечер привет их на заключительный в этом году такой можно сказать уже предновогодний для кого-то предрождественской встречи нашего клуба чайпите у классиков и вот так сложилось что в прошлый раз у нас была очень интересная встреча инной котлер карипанова и и первая фамилия и вот у всех как-то после этой встречи осталось что хочется еще продолжить то о чем мы начали разговор и вот виктор кириллович зарецкий любезно согласился продолжить эту беседу и мы очень благодарны за то что можно будет вот это сегодня сделать я напоминаю что наш регламент таков что 45 минут у нас приблизительно на выступление и затем открытая дискуссия если вы хотите задать какой-то вопрос по ходу выступления то пожалуйста писать в чат все вопросы оттуда мы зачитываем а если а вы хотите задать вопрос лично то потом как раз у нас после выступления остается тоже около 45 минут на такую вот открытую дискуссию я с радостью передаю слово виктор кирилловичу зарецкому нашему постоянному гостю кандидату психологических наук профессора кафедры индивидуальной и групповой психотерапии в факультете клинической психологии нашего университета виктор кириллович пожалуйста название как вы понимаете с некой долей юмора но на самом деле оно точно отражает так сказать то о чем мне хотелось бы рассказать потому что и на александр заинтриговал я думаю не только меня но и всех он сказал но там еще конечно можно было бы рассказать про многовекторы модели зарецкого ну и так в мгппу и так все это знает вот ну я не уверен что все это знает поэтому я решил назвать вот таким образом о чем не успел ближайшего развития чем не успел написать выгодски этот на и статья 2007 года когда мне показалось что так сказать его у выгодского написано больше чем скажем так можно прочитать в текстах вот и тогда надо было вот название правильно чем не успел написать выгодский и не успел и рассказать инна карипанова ну ладно извините презентации очень тепленькие поэтому здесь могут быть ошибки вот ну каждый имеет право на ошибку это наш основной принцип помощи психолог педагогических преодоления черных трудностей будем считать что значит собственно я не буду долго раскачиваться потому что инна александр нам блестяще рассказал историю и состояние так сказать зарубежных исследований наших отечественных исследований и как сказать эволюционировала понятие зоны ближайшего развития начну с того момента где она остановилась в каком смысле если она не возражает я бы считал доклад это продолжением ее доклада вот значит не могу как бы поскольку мы опираемся на схему никита глибович алексеева деятельности замысел реализации алексея то я сначала делюсь своим замыслом а потом уже буду на ваших глазах попытаться его реализовать значит замысел такой значит поделиться с участниками нашей встречи ходом разработки многовекторной модели зоны ближайшего развития который упомянула прошлый раз и на александр рассмотреть и обсудить эволюции понятия збр в содержательном плане от исходной модели до настоящего времени и постараться показать как работает понятие многовекторной модели в практике оказание психолого-педагогической помощи преодоление сибр в трудностей но имеется ввиду нашу практику да это так сказать евристический потенциал самой модели и вот четвертый пункт он так будет он для меня самого является немножко новым вот потому что вот это буквально так сказать неожиданно на днях пришла идея что можно несколько иначе взглянуть на понятие зон ближайшего развития и именно в ее варианте многовекторной модели и так значит как я уже сказал именно александр остановилась на значит том что существует многовекторной модель но не рассказал ничего про нее что славшись на меня вот разбор так сказать истоков понятий работ которых было от понятия освещал свой воском был сделан совершенно так сказать точно и скрупулезно вот аналоги зарубежные которые есть понятие зон ближайшего развития были рассмотрены отечественные исследования ее собственная авторская пространственная модель забейер также была представлена эта фотография сделана мной в сан-диего 2008 году куда я попал благодаря усилиям и на александр потому что она меня уговаривал туда поехать я конечно не хотел потому что это далеко и очень хлопотно отформлять командировку за счет университета но она всем оформила командировки всех туда вывезла вот благодаря этому я там сделал доклад на обществе культурные исторические деятельности исследования искали и после этого стал активным членом этого общества этой ассоциации до сих пор я членом исполкома так что вот видите не только содержать нам плане так сказать я не знаю всегда об это подчеркиваю ссылались что на многовекторной модель где меня не вела работа вопрос психология опубликованы людмила филиппина буха и не ксана карипан и по материалам итог десертной докторской кандидатской диссертации вот ну вот она еще и вот такую искать сделала важную акцию для меня то есть отправила в искар и там я сделал доклад он в общем вызван интерес и я после этого получил новый импульс к продолжению этой работы значит вот собственно как выглядит многовекторная модель это уже так сказать тот вариант которым пользуемся сейчас вот я не буду сейчас подробно останавливаться на этой картинке просто чтобы ее образ был сам так сказать начало у нас перед глазами потом я их подробно разберу это картинка опять появится вот внизу как бы в нижней плоскости плоскости учебной деятельности или поле движения по предмету там изображен процесс обучения и вот я когда так сказать знакомился с понятием зон ближайшего развития никогда не понимала где же там развитие понимаешь что ребенок приобретает знания приобретает навыки приобретает способами но это есть движение в обучении а где развитие вот сейчас свой курс по помощи преодоление чем их трудности я всегда начинаю с небольшой анкеты в которую студентам задаю вопрос как вы понимаете развитие процентов 70 пишут развитие приобретение новых навыков слову скиллс он стал популярные важные многозначные и кажется что все сводится к этому приобрел новый навык значит развился вот я и у уготского кстати это написано что не обучение развития к этому не сводится она происходит в процессе приобретения навыков знаний взаимодействия в учебной деятельности это очень важно а вот где она происходит многовекторная модель отвечает на этот вопрос следующей картинки везде по любому направлению по любому вот этот цветочек из пяти так сказать овалов каждый из которых тоже поделены свою на свои три зоны зоны актуального развития ближайшего развития актуально доступного как бы на самом деле здесь может быть сто тысяч миллион в зависимости от того как с как какой инструмент для взгляда на так сказать внутренний мир человека мы возьмем вот но эта модель появилась не сразу как я уже говорил да так сказать вот впервые людей было описано в у меня по крайней мере до 2007 году до этого я честно скажу я не очень был ну скажем так не очень большое значение передавал этому понятию более этого несколько лет оказывая помощь детям передальничаемых трудностями мы пользуемся своим собственным понятием зона доступной трудности и уже потом я подумал почему мы изобретаем велосипед когда есть же понятие зона ближайшего развития тогда перечитал работы выгодской понял что я был совершенно неправ когда так сказать считал что это понятие это устаревшим или так сказать не достаточно эвристичным для нашей работы и вот началась новая так сказать эра новая эпоха в нашей практике значит я полностью пересмотрел отношение вообще к трудам льва семеновича выгодского после того как понял это тоже пришло к сожалению не сразу достаточно зрелом возрасте стыдно признаваться на это так когда я понял что у него было невероятно мало времени на то чтобы оформить свои идеи он проработал психологии 10 лет реальная работа в том направлении в котором сказать мы ценим его основные идеи был антита с моей точки зрения работает по 27 года исторический смысл психологического кризиса а собственно к механизму которые так сказать вообще является гордостью отечественной психологии интериоризации как механизм развития высших психических функций насколько я понимаю этого 31-32 год оформляется кстати остается жить три года он приходит к основной идее или одной из основных идей вот и на александр прошлый раз приняла дату 23 марта который я вычислял когда он впервые выгодский говорит о понятии зоны ближайшего развития именно как понятие научным есть еще выступление 17 марта где он вводит это как образ кавычках но там нет еще понять а вот через неделю 23 уже так сказать он об этом говорить как там есть и область созревающих процессов и то что ребенок может делать сами со взрослым и много других идей прямо это его устное выступление он рассуждает походу вот вся моя статья 2007 года она фактически посвящена вот этим пяти страницам на которых он излагает свое представление за ближайший развитие а жить остается чуть больше года и вот из того что сделано в этот год я выделяю еще одну идею как я поднимаю по текстам она она находится рублаве который было написано уже в три четвертом году то есть где-то может быть зимой весной эта идея что один шаг обучение может давать 100 шагов развития я просил петелью завершено пускать поискать в записных книжках если где-то это нет нигде нет то это вот таинственная фраза на один раз встречается в рукописи мышление речь которые утрачены да и все и без всякой понятии есть правда еще одно так сказать указание на то что может быть долго над этим думал потому что работе исторический смысл психологического кризиса он ссылается на брентана и цитирует его где брентана говорит о том что метод науки один шаг в научном методе может дать сто тысячу шагов развития науки и кстати в книжке мышление речь он тоже рассуждает что один шаг в методе мышления может дать сто шагов по развитию именно в этом контексте говорит он значит в этом в этом контексте говорит о связи обучения и развития и наконец май тридцать четвертого года это его последний текст и последние выступления и все то есть история 7 10 лет работы в научном в культурном пространстве это очень мало это там другими темпами так сказать и движется все вот можно высказать идею там через несколько лет так сказать сделать не микроскопическое превращение поскольку я сам виду исследование в некоторых областях уже больше сорока лет я могу себе представить как что не поменялось за эти 40 лет там ответ на один вопрос мы искали тридцать семь лет понимаете пока наконец провели эксперимент который подтвердил что так сказать это получается а здесь всего по семь лет два года один год на то чтобы разработать понятие зоны ближайшем развитии понимаете и вот тогда когда так сказать у меня сложился вот именно такой образ человека который кипел бурлил так сказать идеями да и не успевал их записать хотя написал за эти десять лет 16 томов не успевал все записать что чувство как его последняя одна предпоследняя его запись вот книги как раз ехатерина заешься не в интервейер это психология будет новый психологии будет но я и уже не увижу а дальше только фраза дальше тишина вот то есть у него был образ и почему я написал 27 год идеи психологии как практике писал сколько развития со знаком вопроса потому что если вы посчитаете как сколько работ какой процент работ у выгодского посвящен проблеме развития то вы увидите что их больше пятидесяти процентов только работ в которых есть в названии слова развить то есть нек это было его центральной темы кажется и так что важно выделить для понятия из того что написано понятие зона ближайшего развития я здесь буду в названном порядке поскольку это уже обсуждалось прошлый раз подробно но я просто хочу сделать акцент на тех именно моментах на тех идеях из которых складывается строится так сказать за тема вот это вот конструкция многовекторной модели и так первый исходный принцип обучения ведет за собой развитие вот он рождается в полемике с другими точками зрения и так сказать за этим скрыто вот это вот идея что развитие происходит процессе освоения культурно-исторического опыта есть развитие это процесс освоения культуры и изменения человека процесс я специально не стал здесь давать определение зоны ближайшего развития а вот потому что это очень болезненная . вот именно потому что таких определений у выводского несколько за основу и на западе и у нас берется определение зоны ближайшего развития как дистанции там между тем что может и тем что не может или может совместно может сам а вот из работы 35 года опубликованы уже после смерти выводского и это брошюра для учителей популярное издание и у меня есть предположение что либо он упростил для учителей это определение потому что в тридцать четвертом году помыслить что учителя будут работать в сотрудничестве с ребенка было на мой взгляд невозможно вот а во-вторых возможно это определение было подкорректировано потому что в аннотации книги сказано что составители провели редакционную работу состояли в числе который был дамы горячий кони крыли редакционную работу с рукопись этой книги значит и и опять же я сейчас не буду это так сказать тема отдельного доклада и этому даже нужно делать коллективный доклад а не кому-то одному вот сопоставить то как и на александром 5 работ привела в которых упоминается зону ближайшего развития и во всех этих пяти работ есть ли и варианты определения вот как она определяется возможно что так сказать проработан еще один два три года так сказать нам бы выработал некое такое окончательное определение понятия но на мой взгляд то ну окончательно не было выработать поэтому как бы собираем его по осколкам тех мыслей которые встречаются в разных работах и здесь очень важно что такие смыслы что это область действий в которых за ребенок может действовать совместно со взрослым он может с ним взаимодействовать осознанно это очень важная вещь да здесь указание на то что у збр есть границы не одна граница между тем что ребенок может сделать сам тем что может сделать совместно может сам а границы есть некая верхняя граница за которой лежит что-то такое чего ребенок не может делать даже совместно со взрослым понятие интериоризации в котором главное не то что ребенок усваивает то что он может делать совместно со взрослым а то что это ведет к расширению границы то есть он может сделать все время все больше и больше сам и все раскручивается 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 есть есть поступательные динамики если все время движение происходит в этой зоне а дальше очень важный тезис что развитие происходит сотрудничестве ребенка и взрослого как раз вот в этой работе выступление 23 марта 1933 года он начинает с интеллектуального подорожания а заканчивается сотрудничеством ребенка и взрослого то есть то есть вот это как раз то чем я не согласился прошлый раз закладе силе александр где был на одном из слайдов сказано что сотрудничество форме интеллектуального подражания да он потребляет оба термина но в последовательности сначала говорит об интеллектуальном подражании а потом только сотрудничестве иногда он говорит сотрудничестве и под руководством как раз в работе брошюр 35 года там говорится в сотрудничестве со сверстниками и под руководством взрослого вот это на мой взгляд самая главная неточность в определении потому что вы можете посмотреть в текстах он говорит о сотрудничестве с сверстниками и сотрудничестве со взрослым это принципиально различные на мой взгляд смысл и я все-таки придерживаюсь идеи что так сказать вес тезиса о том что развитие происходит сотрудничестве ребенка и взрослого гораздо выше чем в сотрудничестве со сверстником и под руководством сотрудничество может осуществляться форме руководства взрослым но это все равно будет оставаться в сотрудничестве это нормально то что взрослый старший так сказать больше знает более опытен ему есть что передать но руководство может осуществляться в форме сотрудничество это принципе и есть это тоже на самом деле отдельные тема вот ну я уже сказал это но здесь еще выделяда Потому что, так сказать, тезис о том, что ребенок может взаимодействовать осознанно в зоне ближайшего развития, он прямо ведет нас к рефлексии и к возможности, к рефлексии как ресурсу и процессу, который каким-то образом участвует в развитии ребенка. Тоже мы этого термина в связи с понятием зоны ближайшего развития Лугодского не встретим. Но от осознанности взаимодействия до способностей рефлексии, на мой взгляд, один логический шаг. И, наконец, важнейший тезис, без которого не могла бы появиться многовекторность как характеристик зоны ближайшего развития, это понятие ЗБР можно распространить на разные стороны личности. Я здесь недословно цитирую, я цитирую по памяти, но, так сказать, мысль не выскажена, я в этом совершенно уверен. Вот. И, кстати, Елена Евгеньевна Краснова тоже пишет о понятии ЗБР как о, именно, так сказать, развитии личности. Далее, значит, еще раз исходные схемы, которые вот как образ возникало тогда у человека, который знакомился впервые с понятиями зоны ближайшего развития. Да, он видел область, ну, точнее, в год сказал, об уровне, да, ну, а уровень – это некая верхняя граница, которая, так сказать, да, за которой возможности ребенка уже, так сказать, не позволяют ему действовать самостоятельно, успешно, решать более сложные задачи. И поэтому мы говорим не уровень, а зона актуального развития, то есть некая область, где ребенок может действовать полностью самостоятельно или, так сказать, успешно справляться с различного рода заданиями. Зона ближайшего развития и зона актуально недоступного – это вот мы выводим ее логическое, опять же, из тезиса о том, что у зоны ближайшего развития есть границы. Но здесь нет других сторон личности. Здесь есть поле учебной деятельности, здесь есть новые знания, навыки, способы и так далее. Про проблемы на эпицентре я пока ничего не говорю, скажу об этом позже. Вот. И вот здесь очень важно только лишь, по-моему, 80-е, 90-е даже годы, вот первая работа, где, по-моему, встречается, так сказать, идея других измерений зоны ближайшего развития у Натальи Белопольской, где вводятся эмоциональные измерения. Значит, Елена Генина говорит о том, что вообще это понятие относится к развитию личности, его надо, так сказать, вот таким образом трактовать. У Людмилы Филипповны Александровны встречается смысловое измерение зоны ближайшего развития. И вот Галина Анатольевна рассматривает зону ближайшего развития как пространство потенциальных возможностей развития, и что важно, особенно для нас, связывает это с видами помощи. Статья, по-моему, так и называется, что-то творящее деятельность взрослого, творящая зону ближайшего развития. Ну и вот примерно в это же время, на конференции в 2006 году я делал доклад про многовекторную модель, где показал ту самую картинку, которая перед этим была, и две последующие сейчас вы увидите. И должен сказать, что, в общем, он был встречен, ну не то чтобы в штыки, но, скажем так, достаточно серьезно критически к нему отнеслись многие участники того семинара. Семинар – это была конференция как раз, которую организовала Ина Александровна Филипанова, так что, видите, даже здесь, так сказать, довелось на ее конференции сделать первый доклад. Мы тоже нашли свое измерение, которое не эмоциональное, не смысловое, не прямо как бы относится к каким-то качествам личности, но мы точно совершенно могли по опыту своей практической работы сказать, что дети, с которыми мы работали, помогая им преодолевать учебные трудности, например, на материале русского языка, совершенно точно приобретали способность справляться с учебными трудностями и по другим предметам. У нас просто один из самых первых случаев в 97-м год, когда мы с Натальей Юрьевной Абашевой работали с девятым классом, допускавшим там по 100 ошибок на 180 слов, вот, и мы, так сказать, пытались ликвидировать, так сказать, тотальную безграмотность, работая с ними три недели, а через год мы с удивлением обнаружили, что они все успешно закончили девятые классы и вовсе не только по русскому языку, они благополучно уступивали, они и по другим предметам тоже успешно, так сказать, учились, а двое потом поступили даже в вузы Пермской области из коррекционного класса Митвинской школы номер один. Вот, и мы, как бы, ну, эмоциональное, смысловое, личностное, способность преодолевать трудности, мы вот стали пользоваться вот такой картинкой, которая обозначает потенциально любое количество, качество вот этих самых векторов развития, по которым может происходить динамика в процессе учебной деятельности. Вот тогда становится понятным из этой картинки, что нижняя плоскость, она у нас будет, ну, пока изображать движение, совместную деятельность взрослого ребенка над некоторой, так сказать, трудностью, над некоторой проблемой. Почему трудностью? Потому что взаимодействие ребенка имеет со взрослым тогда, когда он сам не может, да, если он сам может, взрослый ему не нужен, вот. А когда он сталкивается с трудностью, вот тогда ему нужна помощь, и тогда, так сказать, начинается процесс. И преодолевая совместно со взрослым свои трудности, он осваивает новые способы не только учебной деятельности. Здесь могут быть и способы мышления, и способы саморегуляции, и способы, так сказать, и отношения, и так далее, и так далее. Значит, что мы можем теперь уже сказать, что нам дает вот это понимание многовекторной зоны ближайшего развития? Значит, и что появляется нового по сравнению с тем, что можно было бы, так сказать, прочитать в исходных текстах или реконструировать? Значит, первое, это вот мы стали, ну, здесь так довольно дотошно, я собрал все, чтобы не было путаницы. Значит, вот мы стали говорить не об уровне актуального развития, а зоне актуального развития, так как-то более стройно получается. Мы выделили зону актуально недоступного, как то, что лежит за границами зоны ближайшего развития, и где ребенок не может действовать осознанно, может буквально только подражать, копировать, но, так сказать, без собственного, без понимания того, почему так. Очень важно понять проблемный эпицентр, как точка, стягивающая на себя несколько векторов, и это блокирует динамику по ним. Ну, например, выученная беспомощность – это такой, вот, так сказать, самый, наверное, ну, что ли, самое большое серьезное препятствие к развитию и к обучению, да, потому что, так сказать, ребенок, человек, он не вступает вообще ни в какую деятельность, не прилагает усилия, это не, да, ему нужно, допустим, только шевельнуть пальцем для того, чтобы что-то сделать, но он и этого не делает, у меня не получится. Кстати, вот у психотерапевта такие случаи описаны, да? Поплотни, можно дверь закрыть? Да, 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 да. Вот, значит, дальше субъектные позиции ребенка по отношению к учебной деятельности – это тоже, так сказать, понятие, которым мы переходим через зону ближайшего развития, отталкиваясь от идеи сотрудничества, потому что сотрудничество предполагает взаимодействие одного человека с другим как двух субъектов. Как это операционально раскрыть – это другой вопрос, но, как бы, мы считаем, что имплицитно идея субъектности уже содержится в тезисе о сотрудничестве. Значит, многовекторная модель, как я уже показал на предыдущей картинке, дает представление о возможном гипотетическом механизме, который описывает вот этот эффект стажировов, когда в проблемном эпицентре происходит прорыв через вот этот стягивающий на себя узел, да, разные вектора. Вот, ну, и отсюда, так сказать, мы можем говорить о возможном не только, так сказать, эффекте развития, но и развитие, как имеющий психотерапевтический эффект, когда человек освобождается от каких-то личностных барьеров, да, мешающих ему жить, действовать и учиться. Ну, вот эта картинка, я обещал, что мы к ней вернемся, просто она здесь, так сказать, более, здесь подчеркивается лучше то, что все эти вектора, они очень разные, во-первых, а во-вторых, здесь выделены некоторые вектора, которые мы считаем важнейшими для успешной работы при оказании помощи в преодолении человекных трудностей. Вот, это вектор развития субъектности, вектор рефлексии, вот вектор, так сказать, ну, скажем так, эмоционально-смысловой базы для осуществления успешной деятельности и отношения и способности преодолевать трудности, отношения к трудности. Мы просто обнаружили, поанализировали наши, так сказать, занятия стенограммой, занятия, что прорывы происходили обычно именно когда, например, ребенок переходил субъектную позицию или когда у него, так сказать, включалась рефлексия и возникал инсайт. Мы довольно часто, так сказать, это наблюдаем в практике и действительно после этого ощущается новое качество. Буквально на той неделе был с ребенком такой прорыв, который, можно сказать, что вот он привел к ста шагам, да. Ну и то же самое, так сказать, вот ребенок не верит, что у него что-то получится. Значит, вот его вектор уверенности в своих силах или доверия к себе, да, он лежит вот где-то, так сказать, в нулевой точке. Я в себя не верю, у меня ничего не получится. Это еще не выученный беспомощный, но это такая, так сказать, ну, в общем, такая эмоциональная основа для будущей выученной беспомощности. Еще можно сказать, ну, хорошо, ну, ты сам не можешь, но с моей помощью, Саша, получишь? Ну, да, получишь. Знаете, все-таки это будет с вашей. И вот я не сам, ну, сначала не сам, сначала сам, а потом сам. Примерно такая логика включения в деятельность. А дальше уже важен успех. Если он достиг, он понял, за счет чего, и он попробовал сам, у него получилось. Здесь уже нет оснований не доверять своим силам. Есть рефлексия, она включается, он понимает, как это получилось, он понимает, что нужно сделать. И вот мы получаем, так сказать, вот этот вот прорыв через проблемный эпицентр и возможность, так сказать, очень большой ресурс для следующих шагов. Вот здесь специально подчеркнуто, что проблемный эпицентр может лежать вовсе не в плоскости учебной деятельности. Хотя был у Ирины Николаевской один случай, убьющий, когда уже девочки стали умственной отсталость. Она в седьмом классе, как выяснилось в занятиях математики, не знала разряд числа. Ну, представляете себе, как она решала математические задачи седьмого класса, если она не могла ответить на вопрос, сколько десятков в числе семьдесят восемь. То есть это у нее вообще не существовало математической реальности. Но в течение одного занятия разряды числа были освоены, она стала понимать и, в общем, как бы сдала в итоге угол на четыре. В девятом классе, я даже помню, если не прям помню. Итак, значит, ну это немножко о практике нашей помощи. Как бы разным детям. Это вот летняя школа для детей с особенностями развития инвалидности. Это проект шахматы для общего развития, где мы работали с начальными классами на доразвитетную способность действовать умеет. Тоже получили, так сказать, эффект, выходящий за пределы этой задачи. Дальше в Москве была работа в обычных школах. Она продолжается для детей. Школы с девятым поведением, которое, в общем, сейчас уже, по-моему, не существует. И даже с учащимися специально коррекционной школы в Москве и в Садке. Была работа с трудностями. У студентов наши тоже, так сказать, обращаются к ним. Очень важный вот этот вот проект. От школы для детей сирот с инвалидностью, с тяжелым соматическим заболеванием, совместно с фондом Детики МСК РУ. Этот центр Незнайка, он продолжается тоже до сих пор. В 2017 году к нам обратились из Центра Возрождения с просьбой помогать детям с трудностями, то есть, которые там проходят лечение по освобождению от наркотической и алкогольной независимости. Но до сих пор там работает группа студентов, постоянно сменяющих друг друга. И, наконец, в 2019 году впервые к нам обратились организаторы реформ всех неврологических интернатов с предложением попробовать наш, так сказать, подход к оказанию помощи в работе с проживающими в интернатах. И вот мы начали заниматься шахматом. И вот некоторые эффекты, которые, так сказать, я сейчас говорю об агристическом или объяснительном потенциале многовекторной модели, которые нам удовлетворилось наблюдать. Один из таких самых удивительных результатов, который был получен, кстати, Валерия Андреюк, она психиатр из Нижнего Новгорода ищала диссертацию на медицинские науки по психиатрии. У нее была гипотеза, что прогульщики в школе в психологическом и эмоциональном плане менее благополучны, чем учащиеся, которые школу посещают. И это оказалось не так. Прогульщики во многих отношениях оказались более психологически благополучны. И мы это объяснили тем, что вот наш опросник в школьной ситуации, он показал, что прогульщики стопроцентно на вопросы, есть ли у вас трудность, с которой вы не можете справиться, и помогает ли вам кто-то в их преодолении, все стопроцентно ответили на первый вопрос, да, такие трудности есть, на второй вопрос, нет, никто не помогает. Если ребенок приходит в школу, и у него трудность, с которой он не может справиться, смысла ему там находиться нет. он уходит из психотравмической ситуации на улицу, и сохраняет психическое здоровье, хотя и ценой, что он не получает образование. Но он бы и пришел в школу, он бы его не получил, потому что без этой помощи он сам не сможет прорваться. Для него то, что проходят его сверстники, оказывается зоной актуальной, недоступной. И нужна еще специальная работа, которая позволит этот материал привести в зону ближайшего развития. Как выразилась одна из наших учителей, самых ярких учителей по математике, который применял наш подход, Алексей Николаевич Антонович, она сказала, я поняла, если я учитель средней школы математики, но я столкнулась с ребенком, у которого трудности забить в детский сад, я с ним должна идти в детский сад и работать там. Вот это был очень важный вывод. Вот эффекты взрывной динамики, как я уже сказал, я чуть-чуть описал. Вот очень, когда приезжала Криста Ильмански, вот она много рассказывает о своем опыте, больше, чем написано в книгах, и она рассказывает удивительные примеры, когда вот буквально там один разговор вообще меняет, так сказать, всю ситуацию. Вот один из таких самых поразительных случаев был, когда она работала с подростками, осужденными за преступление, и они вообще, так сказать, она пришла после института, молодая учительница, они вообще сидели к ней спиной, не обращая ни у нее никакого внимания, полностью игнорировали. Она стояла у доски, что-то там писала, объясняла, и вот так проходили урок за уроком. То есть они над ней откровенно издевались, и хохотали. Но она сказала, я, говорит, я прихожу учить, я делаю то, что я могу, я учу. Вот. Ну, постепенно у них сложился очень хороший контакт, вот, и она, значит, воспользовавшись тем, что вот контакт у них хороший, она начала урок с фразой, а вы меня боитесь? Вот. Ну, это вызвало бурный смех, все захохотали, хохотали до слез. И тогда она сказала следующую фразу, а почему вы меня не боитесь, а всего остального боитесь? Они перестали смеяться, и их лидер, так сказать, неформальный, сказал, да, я очень много боюсь. Я боюсь, что меня арестуют полиции, я боюсь сказать девушке, с которой я встречаюсь, в какой школе я учусь, я боюсь признать свои преступления. Вот. После этого они начали заниматься математикой и даже совершенно по-другому к ним относиться. Вот это такой пример, ну, вот, когда происходят вот эти самые сто шагов. Ну, пример из Ирины Андреевны Николаевской, из ее опыта, с девочкой, которая не знала такой разряд числа, тоже, так сказать, он привел, можно сказать, таким ста шагам взрывной динамики. Вот. Вот очень интересный пример описан, вот, он был получен еще в курсовой работе Юрия Зарецкого, потом он зашел в диссертацию, сын который прошел летнюю школу сначала учеником, потом консультантом. Вот. Он писал, проходил практику в коррекционной специальной школе, и, так сказать, тогда была идея попробовать строить помощь на поддержке субъектной позиции. Вот он написал случай с Сашей О, с которым было проведено шесть занятий. Очень красивые, так сказать, красивые случаи, показывающие, как меняет, как меняется конфигурация вот этого цветочка за эти шесть, всего лишь, фактически, за один ключевой момент, когда ребенок субъектной позиции, которая, так сказать, постоянно, целенаправленно поддерживается, вдруг в нее входит. Правда, сначала был эффект огорчительный для нас, потому что ему учительница сказала заниматься математикой, а он на третьем занятии сказал, что он не будет заниматься математикой. Сначала мы думали, что это плохо, потом решили, что это хорошо, потому что ему не было не его решение заниматься математикой, а указание учителя, которое выполняло. После этого он сказал, что хочет заниматься английским языком, и сам предложил план, сам был участвовал в авиации, через два занятия уже читал короткие слова. Диагноз при этом у него оставался, как положено быть, для учащегося школы коррекционной. В журнале Дефицитов, кстати, статью не приняли, не писали отрицательную рецензию, но ее опубликовали в нашем журнале консультативной психологии и психотерапии. И вот очень интересная траектория идеи Лугоцкого об одном шаге в учении, который может означать «100 шагов в развитии». Один из моих аспирантов, Петр Маслов, в 2014 году набрал в разных вариантах на английском языке эту фразу с идеей найти ссылки на эту цитату Лугоцкого в зарубежных исторических, и не нашел ни одного. Потом то же самое сделала Ирина Андреевна Николаевская через год и тоже с тем же эффектом. Даже в книжке под редакцией Гарри Дэниелса, просвещенной книге «Мышление и речь», где есть глава «Метафоры» в книге Выгодского «Мышление и речь» и 47 ссылок на понятие «Зон ближайшего развития» «Эта идея не упоминается». Пытаясь понять, с чем связан такой заговор молчания, я написал в 2014-2016 годах три статьи, одна из которых была «О постановке проблемы», что это такое метафора, где основополагающие принципы, другая, так сказать, тоже в таком же плане, а третья от идеи к практике. Людмила Филиппина Абухова в 1995 году написала об этом тезисе как заслуживающего внимания. Владимир Петрович уже прямым текстом написал, какое значение имеет эта идея Выгодского. У самого Выгодского, это мало кто знает, сразу после этой фразы идет следующий текст. И это и есть самый положительный момент новой теории. Можете посмотреть на странице 10.30 в шестидомнике. Владимир Петрович, как с присущим чувством юмора, написал следующее в своем эссе Выгодском. Очень интересно, говорит, обучение идет впереди развития. При этом обучение делает один шаг, а развитие – сто. И, тем не менее, обучение все равно остается впереди. Какова же логика? А логика такова, что развитие – это процесс бесконечный. И, пишет Владимир Петрович, если учитель учится работать в зоне ближайшего развития, то само развитие приобретает бесконечную перспективу. И нам эта идея очень нравится. И вот практически подтверждение по дороге в Люберце. Можно увидеть такой плакат. По крайней мере, несколько лет назад вот там можно было увидеть. Потому что здесь становится понятно, откуда берется гений в каждом ребенке, если с ним работают таким образом. Постоянно расширяя его возможности. Ну вот и, так сказать, почему мы взяли в качестве двух основных базовых процессов, как деятельность самостоятельного ребенка и его рефлексию. Потому что, занимая позицию субъекта, так сказать, работая на границе своих возможностей самостоятельного движения и постоянно осуществляя рефлексию тех изменений, которые должны в нем произойти или в нем происходят, ребенок как бы становится сам двигателем вот этого механизма саморазвития, самоизменения, и вот это, так сказать, действительно, который может превратиться в бесконечную перспективу. Здесь я пропускаю несколько слайдов. Случай Паши, он хорошая иллюстрация вот той самой, так сказать, идеи, когда один шаг в обучении может давать сто шагов в развитии. Я его много раз уже рассказывал, поэтому это, наверное, точно известно. Но здесь как раз был случай такой выученной беспомощности, обусловленный диагнозом. Паша мне в этом году разрешил официально рассказывать про него. Я, так сказать, заручился его согласен. Вот. Значит, и, собственно, все его делали, потому что руки и ноги не работали, так сказать, карандаш в руке писать, рисовать он может, но все. И вот в игре в шахматы у нас произошел случай, когда он взял рукой фигуру. В этом году он спросил, а у вас есть видеозапись, как мы тогда в шахматы играли? Я ведь тогда первый раз подвинул рукой фигуру. А вот какой эффект имел этот опыт, он сформулировал сам совершенно блестяще. Он сказал, я понял, я должен сам придумывать для себя способы. И вот в 2013 году он начинает последовательно осваивать разные виды деятельности. Вот он в шахматы, пианино, гитара, даже еще в футбол, сюда не попали кадры, да, в театр. Вот. Он насвоил ударные инструменты и, в общем, так сказать, видите, 18 лет, но сейчас ему уже 20 лет в этом году исполнилось. Но, правда, он не поступил, не сдал сольфеджио. Он решил посвятить себя оперному телу, но он не поступил. Вот. И, наконец, самое последнее, чего я хотел сказать. Вот. Про пример я не буду рассказывать. Это мы попытались сделать уже и в условиях, так сказать, дистанционного обучения. И вот, собственно, как мне теперь видеться, представляется вот эта эволюция понятия. Так сказать, Лев Семенович Выгоцкий успел разработать его ровно настолько, чтобы оно стало объяснительным принципом связи обучения и развития и дало ключ к пониманию того, как в практике можно связывать обучение и развитие, как надо взаимодействовать с ребенком, какую роль играет вот эта вот правильная, адекватная помощь, да, как можно поддерживать ребенка. Вот то, что стало потом в исследованиях приобрело вид других измерений и вообще, так сказать, и в плане диагностики, да, это, так сказать, ее юристический потенциал понятия, который позволяет строить на его основе различные предметы изучения. Вот это вот развлечение Эрика Григорьевича Юнина очень важное, когда он, так сказать, проводил металлургический анализ понятия деятельности, и говорил, что она выполняет разные функции. Одна из функций – это объяснительный принцип, другая – это предмет изучения. Когда зона ближайшего развития, в данном случае я переношу опять на Лев Семенович, сама является предметом изучения. Но вот в варианте многовекторной модели, мне кажется, она приобретает еще одну функцию металлургическую, также, которую отмечалась Юдином, она способна служить металлургическим средством построения новых предметов. Как исследования, так и разработки средств практической работы. Вот мы можем сделать один вектор, один шаг по вектору предметам исследований, показать условия, при котором этот шаг возможен. И это все будут различные предметы исследований, различные предметы практических разработок. И вот после того, как мы в этом году с Ириной Андреем Николаевской опубликовали сначала статью про метод ситуационно-векторного анализа, стенограмм занятия, потом она опубликовала анализ случая в другом, значит, журналисты, это вот уже история этого года. Вот мы начали видеть по-другому вот эти вот возможности, и по-другому интерпретировать случаи, понимать, да, как это работает, и подмечать это, да, вот как то самое, какое-то чувство появилось, такое обостренное и вооруженное, да, вот, так сказать, каким-то особым способом видения. И вот мне кажется, что вот это очень интересная перспектива для того, чтобы, так сказать, совершенствовать, развивать виды помощи детям преодолевающих трудностей, которые будут способствовать их развитию. И становится понятным, почему мы работали с разными категориями детей, в общем, достаточно успешно. Вот, ну, не всегда, но иногда это получилось даже очень хорошо. Все, большое спасибо за внимание. Виктор Кириллович, большое спасибо. Было очень интересно, поэтому даже не рискнуло вас перебивать. Ну, я уже видел. Десятка-два случаев я не успела рассказать, но ничего. Вот у нас появилось два вопроса в чате. Я бы даже сказала, что первый вопрос, он такой очень развернутый, как вопрос-комментарий. И от Альберта, и второй от Николая Сергеевича Розова. Вот, может быть, тогда начнем с двух этих вопросов, Виктор Кириллович. Да, но это мне нужно, я так быстро не читаю, или вслух прочитать. Может быть, даже зачитать. Да, значит, если предположить, что понятие ЗБР применимо не только к детям, но и к взрослым, конечно, чего предполагать. То, насколько перспективной, на ваш взгляд, является перспективой разработки теории психологического консультирования, основанной на понятии ЗБР, если рассматривать этот процесс как сотрудничество между терапевтом и клиентом. Поясню свой вопрос на примере. Причина немалой части запроса клиента, в том числе возрастом 23 до 45 лет, связана с остановившим процессом лечества развития по причине полученной когда-то психологической травмы. Задачей терапевта в этом случае является восстановление естественного процесса развития взрослого клиента в расчете на то, что это поможет преодолеть симптомы с жалобами, на которые тот обратился за помощью. В этой ситуации терапевт проводит свои интервенции, руководствуясь представлениями о зоне ближайшего развития клиента, чтобы они были эффективными. Также, поскольку клиент терапевтические отношения являются социальными, то есть, являясь человек, достигают за счет их интериализации клиентам. Здесь есть несколько важных мыслей. Не могу сказать, что я ухватил все аспекты вопроса. Он очень глубокий и многосторонний. Но я могу ответить вот в каком ключе. Я так понимаю, что здесь речь идет в вопросе о том, можно ли переносить это на консультационную деятельность, и в частности, на психотерапию. Первое. Мы свою работу называем консультативной помощью. Я не просто, так сказать, нахожусь на факультете психологического консультирования или консультативной клинической психологии. А я нахожусь там именно потому, что мы себя начали называть консультантами ровно тогда, когда появился университет. Мы уже себя называли консультантами в 96-м году. Значит, и это важно. Причем это слово не наше. Это слово, которое предложили учителя, когда мы им говорили. А что же вы делаете, когда оказываете ребенку помощь? Мы его учим, мы его развиваем. Я говорю, развивать можно не доразвить, а вы учите необычного. А вы что делаете? Нет, мы помогаем учиться и развиваться. А тогда какова ваша позиция? Мы помощники, мы консультанты. И вот слово консультант родилось именно в таком контексте. Второй момент – это мы с Аллой Борисовной после посещения конгресса в Люцерне и послушав тамошние доклады, мы написали статью «Чем может культурно-историческая психология помочь нам как психотерапевтам?» И в частности провели очень важную параллель с работой Граве, швейцарский психолог, который недавно относительно умер. Он один из немногих исследователей эффективности психотерапии. Не очень любит, насколько я понимаю, психотерапевт исследовать свою эффективность, потому что не так она высока, как хотелось бы. Вот. И он пытался выявить внешкольные факторы эффективности психотерапии. У него есть совершенно потрясающая фраза, на которую набрала Алла Борисовна, сказать «Не следует актуализировать проблемы, для которых нет ресурсов». А что это такое? Это и есть. Зона ближайшего развития – это зона проблем, для которых у ребенка есть ресурсы, но они недостаточны. Он их восполняет с помощью взрослого. Понимаете? Вот. И третий момент – это то, что сама деятельность обладает, на мой взгляд, психотерапевтическим ресурсом. Особенно в тех случаях, которые описываются в понятии выучения беспомощности. Вот. Если человек утверждает, что он ничего не может, то разговорная психотерапия ему не поможет. Я знаю психотерапевтов, которые пекли со своими клиентами сырники, доказывая, что они могут что-то делать. А, по-моему, у Бека описан случай, когда клиент лежал на кровати и говорит, «Ну, я не могу встать, я встать не могу». А он подходит и говорит, «Ну, вы обогритесь на мою руку, попробуйте». Он опирается на руку. «Ну, давайте дойдем хотя бы». Дошли до двери, ну, значит, можете. Вот с помощью психотерапевта. А Ронна Бека, он дошел до двери, понимаете, и изменилось представление. Он уже не может утверждать, что он не может встать, не может дойти. Ну, попробуй с помощью чего-то. Вот, поэтому мне кажется, что здесь, так сказать, понятие зоны ближайшего развития может быть таким же эвристическим инструментом для психотерапии, как и для учебной деятельности. Тем более, что не все психотерапевты считают, что они лечат. Некоторые считают, что они способствуют развитию. И здесь можно есть что обсуждать. Вот, ну, и, конечно же, здесь, так сказать, нужно смотреть еще с точки зрения того, в какой позиции себя видит психотерапевт по отношению к клиенту. Вот если он с ним сотрудничает, да, если он работает на умножение его ресурса, то все эти понятия начинают вполне быть, так сказать, эвристичными для описания и для организации этого процесса. Поэтому я считаю, что здесь, так сказать, ну вот. Когда, правда, я делал в Австралии наш совместный доклад с Аллой Борисовной, который назывался «Зона ближайшего развития в педагогике, психологии и психотерапии». Доклад очень воспринят был хорошо, но после доклада ко мне подошло несколько коллег и сказали, «Знаете, все хорошо, но только не надо Выгодскому психотерапию». Хотя тогда уже с 90-х годов мы потом обнаружили работы, где, так сказать, психотерапия, да, там, психотерапевты работают, ссылаются на Выгодскому. Но вот в обществе Искары казалось, что это что-то такое уже совсем, так сказать, невозможно. Ну, в 2017 году уже таких не было мнений. Так, еще есть один большой вопрос, да. Так, я не знаю, только вот я ответил на вопрос, мне бы хотелось какую-то обратную связь получать после ответа на вопрос, да. Если автор может включить микрофон, я буду очень благодарен, поскольку здесь больше черных квадратов, Малевича, чем живых, да, элементарно. Альберт, если Вы нас слышите, то, может быть, несколько слов скажете Виктору Кирилловичу в ответ. Здесь, наверное, уместно вспомнить эту знаменитую уже теперь картинку про спиритический сеанс. Все ли с нами за черными квадратами? Может быть, тогда… Добрый вечер всем, добрый вечер, Виктор Кириллович. Спасибо за подробный ответ, да, я получил, что хотел. А что Вы еще сказали, Ольга Витальевна, какую-то обратную связь дать или чего не хватает от меня? Сказал Виктор Кириллович, да, что будет рад, если Вы скажете, насколько он ответил на Ваш вопрос, но, видимо, ответил. Да, я рад узнать, что теорию Выгодского все-таки можно применять к психологическому консультированию, и, соответственно, я буду уже дальше прорабатывать этот вопрос, благодаря тому, что получил такой позитивный ответ. Спасибо. Спасибо. Галина Анатольевна, пожалуйста. Дорогой Виктор Кириллович, огромное спасибо и за все, что Вы сделали до сегодняшнего дня, и за сегодняшний поразительно глубокий разговор. У меня вопрос, который к Вам уже назрел много лет назад, но вот сегодня случай его задать. Мне очень нравится Ваше понятие проблемный эпицентр. Мне кажется, что это очень серьезное добавление к размышлениям всей культурно-исторической школы о понятии зоны ближайшего развития. Но мне непонятно, это понятие проблемный эпицентр непонятно операционально. Когда Вы работаете с ребенком, какие у Вас способы, кроме интуиции и опыта, нащупать этот эпицентр? Можно ли этот поиск этого эпицентра операционализировать? Да, спасибо большое за вопрос, потому что у нас, на самом деле, это очень болезненная для нас тема, потому что я хоть писал давно статьи про мегровекторную модель, но я прекрасно понимал, что у нас есть разрыв между тем, что мы делаем, и тем, как мы объясняем свою деятельность. Он начал восполняться относительно недавно. И понятие проблемный эпицентр – это одно из таких черных ящиков, которые очень помогают все понимать, но только Ваш вопрос абсолютно в точку. А как его обнаружить? А как в нем действовать? Я могу сказать, как я нащупываю. И мы сейчас пытаемся как раз с Ириной Николаевской делать вот этот ситуационно-векторный анализ, такой скрупулезный анализ речевой продукции, который позволяет нам выходить на эти точки. Значит, я это ощущаю как вот барьер, в который я упираюсь не один раз. Вот когда я учился на факультете, у нас были запрещены проективные методы тогда, да, и все ходили учиться к моей Захарне Духаревичу. Мне очень понравился ее, так сказать, операциональный прием выдвижения и подтверждения гипотезы. Она говорит, вот вы читаете текст, да, и у вас возникает гипотеза. Поставьте три знака вопроса. Вот. Дальше читайте, да, у вас подтвердилось, зачеркивайте один знак вопроса. Читаете, еще раз подтвердилось, зачеркните. Третий раз подтвердите, все, считайте, что ваша гипотеза верна. Вот примерно так. То есть я работаю с ребенком, у меня возникает гипотеза, что ему мешает, да. Как правило, вот у меня был один совершенно потрясающий момент, когда я, ну никак, мальчик такой, ну вот, все хорошо. Только я говорю, ну давай, вот, задание сделай. Он берет ручку, и он бледнеет. Он один раз заснул на 20 минут. Прямо вот взял ручку, целый тратик, заснул, откинулся и 20 минут спал. Потом проснулся и стал писать дальше, что он не заметил. То есть у него такое сопротивление шло. А вот. И я ему однажды говорю, а я вот не понимаю, вот уже 10 минут, там, как мне уже приступить к заданию, тебе неинтересно или ты боишься, что там у тебя не получится. Вот. И произнес слово, там, не веришь, что там. И вдруг он так говорит, вздыхает тяжело и говорит, я в себя не верю. И смотрит куда-то в сторону. Вот. И я начинаю говорю, ну, я говорю, не веришь, что не получится? Ну, конечно. Я говорю, ну, ты самого не получится? Ну, со мной-то получится? А, да. И он начинает с ним работать. То есть это реальный случай из практики. И я поставил метку, да, не верит в себя. И я стал к этому обращаться. То есть, когда вот идет этот процесс, я говорю, ты что, не веришь, что у тебя получится? Да ничего не получится. Все. Но уже как бы не так, поскольку это уже попал фокус рефлексии, да. Он как бы, раньше он это не знал, теперь он это видит. Ну, что, ну, вот стена, я на нее влезть не могу. Ну, я уже спокойно к этому отношусь, я туда никогда не заберусь, да. Ну, подожди, давай подумать. Вот начинается какая-то. Но главное, вот как бы второе подтверждение, когда удается протестить, да, и вот это действительно мы наблюдаем эффект. Вот считайте, что это получилось, да. Ну, а третье, это если он сумел это рефлексировать и сказать. Вот просто вот буквально случай на той неделе, потрясающий тоже меня попросили знакомым просто позаниматься. Значит, что мальчик, значит, ну, с СДВГ, да, там, часами делает уроки, сидит, значит, в школе, там, ну, учится неплохо, но приносит двойки периодически, потому что, так сказать, не включен в урок, так сказать. Ну, вот я там делал с ним скриншоты, там, ноги над столом, он кувыркается на кровати, там, действительно, виднее, там, по полчаса включается. И вот, значит, я поставил условие, что я буду с ним заниматься только тогда, когда он скажет, чем он хочет сегодня заниматься. А если он хочет чем-то реально заниматься, то он уже занимается более серьезно, да, нет смысла отвлекаться от того, чем хочется заниматься. И, значит, он сказал, вообще-то я хотел порешать задачки сегодня творческие. Он находит в интернете творческие задачки, логические, и их предлагает решать, ну, давай, полезный день. Но у нас большое задание, помните, по-моему, давай сделнемся. И вот 30 минут, за 30 минут он решил три примера, примерно таких, там, я не знаю, там, шесть ящих по восемь яблок, значит, 24 из них там съели, сколько осталось в четвертом классе. Ну, вот он решил три таких примера, нам еще, наверное, осталось заниматься, там, соответственно, там, сколько-то, 20-30 минут. А у него еще три примера. Из этого задания еще шесть, из другого еще задачки, еще четыре примера. Я говорю, ну, мы уже не успеем с тобой сделать задание, я так говорю, такими темпами, мы даже и ты эти примеры не сделаешь. Но я говорю, вот мне кажется, что как-то время у нас уходит не очень продуктивно. Давай я вот так вот в игре, что, где, когда буду, давайте минуту на пример, а ты будешь попробовать ее решать. Говорит, давайте. Вот. И он решил три примера. Здесь я делаю паузу и спрашиваю студентов, как вы думаете, сколько времени у него ушло на три примера. Последняя группа мне сказала, 20 минут, 10 минут, 9 минут, 3 минуты. Нет, 34 секунды. Я говорю, подожди, а я таймер держу. Он здесь сон занимается, я держу таймер, говорит, 34 секунды. Он говорит, у вас еще три секунды ушло, пока вы нажимали. Так, давайте следующий, говорит он. Сейчас я попробую, значит. Следующий, значит, шесть примеров он решает за 4 минуты. Сейчас задачка, она сложная, но я попробую, значит, задачку он решает за 1 минуту. Ну и оставшиеся 4 примера он делает за 2 минуты. В общем, я говорю, подожди, вот смотри. Я что-то не понимаю. Полчаса, значит, мы решали 3 примера, а еще за 5 минут решил все остальное. Как это может быть? Он говорит, я понял. Если, говори, мальчику 10 лет. Если у меня есть мотивация, и я сосредоточен, я могу делать очень быстро. Я говорю, мне нечего добавить к тому, что ты сказал. Вопрос так, как тебе, так сказать, это самое, сосредоточиться. Вот. Ну, значит, не удержался, а все-таки, значит, в следующий раз спросил. Я говорю, ну как, ты пробуешь? Я говорю, вчера русский за 8 минут сделал. Вот. Ну, опять же, насколько это стойко, да, все-таки 10 лет поделать, но у него уже есть опыт, понимаете, когда он, вот он только что полчаса делал, и вот 34 секунды. И он знает, что и то он, и это он. И вот, так сказать, да, я по вашим стопам иду, Галина Анатольевна, да, потому что все самое развитие, открываю книгу про самое развитие Галины Анатольевны и так далее. Вот, так что вот, ну, как бы операциональное наполнение, оно все-таки обладает некоторым таким вот этим эксклюзивностью каждый раз в конкретном случае, да. Спасибо вам большое. Это очень мотивирует психологов. А тем не менее, зона ближайшего развития, мы психологи из другого цеха, из возрастной детской психологии. Применяем еще и к возрасту. Да. Для вас это возможно? Ну, в силу специфики нашей практики мы имеем дело с невозрастными проблемами. То есть в любом возрасте могут быть любые проблемы, как я говорил, да. Вот, значит, здесь я не удержусь, опять же, да, вот, Выгодского надо читать очень внимательно. Вот, есть одна фраза, по-моему, она как раз в мышлении речи встречается, когда Выгодский пишет, что да, вот есть специфические для возраста проблемы, да, и не всякое обучение может способствовать решению этих проблем. И дальше он пишет, значит, что, ну, например, можно научить младшего школьника печатать на машинке. И он пишет, но это может не оказать никакого влияния на его развитие. Я открываю дневники Даниила Борисовича Ильконина, где он ведет диалог с Львом Семеновичем Выгодским. Говорит, вот ты и пишешь, говорит он Выгодский, что ребенка можно научить печатать на машинке. Но это не может оказать влияние на его развитие. Я говорю, стоп. Там не может, а здесь может не. Вот. И вот это вот и есть тот самый нюанс. То есть, да, есть тот самый возрастной эпицентр. Например, способность действовать в уме для младшего школьника. Если он здесь отстал, а дальше с некоторого момента все обучение строится на том, что он этой способностью обладает. Он не прошел свой эпицентр. Его надо пройти. Как вот в учебном предмете есть эпицентр, так и есть возрастной эпицентр. Вот. Но я к тому, что это не сводится к проблеме развития, не сводится только к возрастному эпицентру. Да. Вот это очень важно. Без него никуда. Но не только он. Вот. Я как раз статье, как раз помню, посвященный Петру Яковичу Гальперин, я описал случай, когда вот припечатанной машинке у меня был студент, который за год не написал ни одного, ни одной строчки с авторской. Диплом ему было защищать. Вот. И потом я выяснил с разным преподавателем, что она под разными благовидными предлогами не сдала ни одной письменной работы. То есть она патологически была не способна что-то написать. Более того, она была убеждена, что она не может написать. И когда я понял, что она намекает на то, чтобы я, так сказать, написал за нее диплом, она все делала. Она приносила такие вот стопы обработанных материалов, сложные эксперименты, разобралась все устно, все говорила, но написать не могла. И не написала. Я сказал, что как бы я диплом за студент не пишу, поэтому, так сказать, берите год, отчисляйтесь и еще поработаю. Я готов работать еще год. Она отчислилась. Вот. Целый год мы работали, она все продолжала. И та же история. Ни одной строчки текста. Где-то в апреле она мне заявляет. Ну, говорит, вы понимаете, я очень медленно печатаю на компьютере. Я даже если буду, я все равно не успею. Я говорю, нет проблемы, я знаком с методикой Гальперина Малова за 6 часов 90 знаков в минуту слепыми, 10 пальцами, пожалуйста, я готов побыть. Нет, я не смогу. Я говорю, ну почему же все могут? Это как с Гальперина. Любого можешь сформировать все, что угодно. И мы с ней начали заниматься. Методикой у меня, конечно, не было, но я ее как бы по памяти восстановил, тем более для компьютера. Вот. Ну и мы с ней стали заниматься. Но это было действительно. Я такого никогда не видел. То есть там надо проговаривать свое действие. Она могла сказать, что я нажимаю указательным пальцем левой руки, делаю движение вверх, вверх, а могла нажать медицинцем правой руки вниз при этом. У меня сама поехала, крыша, честно говорю, потому что я никак, у меня конфузия вызывала сознание, вот это вот слова и действия. И мы, у меня были наклеены на компьютере, там стрелка в левой написано лево, стрелка правая, на руке было написано левая рука, правая рука, каждый палец был подписан. Заняло это 18 часов, и я уже отчаялся, я встал, что все, я уже не знаю, я отсел, помню, в сторону, уже когда мы работали над темпом. И вот тут произошел очень важный момент. Она осталась одна за компьютером, сама, и стала проговаривать и работать с метрономом, под ритмом. И у нее 10 свернулось. То есть я ее оставил, когда она 4 такта нажимала, она дошла сама на один такт нажимать буквы. Я говорю, ну все, значит, теперь вы уже не можете говорить, что вы не пишете диплом, потому что медленно печатаете. Все, уже теперь спокойно. Вот. И прошло еще два месяца примерно, и ни одной строчки. Вот. Нет, текста нет. А дальше, значит, я сказал, ну все, остается уже там три дня, деваться некуда, у меня еще была одна дипломница, я их пригласил на дачу, посадил одну в одну комнату, другую, другую. И они писали дипломы. Вот. Значит, первую ночь она сказала, что она привыкла ложиться рано спать, она пошла спать, ничего не писала. Вторую тоже. И остается уже один, собственно, день, когда еще можно успеть написать. И я ей не помогаю. Нет. Я с ней обсуждаю все, но я жду. Будет текст, я буду с ним работать. И она написала за ночь пятьдесят три страницы. Вот. Когда текст стал поступать, значит, я стал с ним работать, редактировать. Потом она пришла. И дальше была гениальная фраза, значит, которая звучала примерно так. Она смотрела, ну, текст нормальный, но человек, который, понимаете, никогда не писал, конечно, там литературным отношением был несовершенен, мягко говоря. Она говорит, говорит, очень интересно. Слова, нет, мысли остаются те же. И слова, в общем-то, те же. Но вы их по-другому расставляете, и все меняется. Хорошо. Виктор Кириллович, спасибо большое. Нет, последний штрих. Вот видите, у меня черепаха в облаках. Это через неделю после защиты диплома она мне сделала подарок. Я говорю, а как вы это сделали? Я, говорит, в интернете нашла методику и освоила это, значит, какая-то методика резательной бумаги. А еще через неделю она принесла игрушки собственного изготовления. Тоже в интернете нашла. Она начала учиться всему. Вот прорыв произошел. Да, вот действительно, вот эти вот сто шагов. Вот. Так что было очень интересно. Так что и со взрослыми работаю. Я думаю, что здесь был тот самый психотерапевтический эффект. С чем он там был связан, я не знаю. Какая там травма или с чего она была убеждена, что она не способна ничего написать. Но так вот иногда мы и не узнаем причину. Но зато получаем эффект. Спасибо большое за потрясающие совершенные истории. Очень интересно. Мы просто уже вот совсем, да, заканчивается наше время. И мне бы очень хотелось все-таки не оставлять без внимания вопрос. А тут еще вопросы, да, есть. Да, про вот, да, некую... В процессе развития в ЗБР ребенок обретает некую способность как когнитивную структуру. Каковы главные ингредиенты в его психике, кроме зунов и прочих воздействий из вне взрослых для формирования этой структуры? Можно хотя бы коротко, Виктор Кириллович? Вот, я сразу коротко отнесусь к слову воздействия, да, потому что мы, как бы, это у нас границы, да, у нас воздействие запрещено. Сотрудничество исключает возможность воздействия, да, разные воздействия из вне могут быть, но мы в этом смысле имеем только, в этом говорим о них как о негативных моментах, да? В процессе взаимодействия. Да, в процессе взаимодействия. Это важно, да, потому что это тоже такой продуманный момент. Вот, значит, кроме зунов, что входит в когнитивную структуру? Ну, я попробую ответить двумя способами. Первый, значит, все, скажем так, способности, все новообразования, которые необходимы для того, чтобы реализовать тот или иной способ, да, становятся достояниями ребенка, да? Например, чтобы играть в шахматы, он должен удерживать в памяти позицию. Позиции из 25 фигур. А ребенок не может запомнить даже 4. Через 3 месяца он запоминает позицию и может ее воспроизвести на доске. У него изменилась память, но у него изменилось многое другое, да? Ему в голову не приходило, что может запомнить такой материал. Он начинает писать диктант, запоминает целые предложения. Он начинает пробовать решать задачи в уме. И что при этом еще меняется, мы на самом деле не знаем. Но он испытывает вот этот свой ресурс. Да, образовалась когнитивная структура, у него появилась способность действовать в уме. Можно сказать, что это одна способность. Но что с этим связано еще? Многое другое. И второй способ ответа, это, ну, поскольку, так сказать, я начинал с того, что изучал мышление как взаимосвязь четырех уровней, персонального, предметного, рефлексивного личностного, я могу сказать, что когнитивная структура содержит и рефлексивные, и личностные, и многие другие компоненты. Поэтому, как бы, когниция не одна. Она имеет вот этот вот, так сказать, антураж из других векторов. Вот. Ну, а в каждом конкретном случае, я думаю, что если вот идет речь о практике преодоления трудностей, ребенок преодолевает трудности, обретает именно то, чего ему не хватало для того, чтобы преодолеть. Вот. Вот. Все. Речь шла об изначальных ингредиентах. Я понял по вашему ответу, что для каждой способности адхок нужно искать свои статистические. Да, 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 конечно. Это очень, кстати, простая аналогия. Поскольку я больше всего люблю работать на материале русского языка, значит, ну, все знают правило, чтобы проедет безударную гласную в корне, нужно изменить слово так, чтобы на него упало ударение. Простое правило, все его знают. Можно еще один вопрос? Вот это не пункт, а чтобы уже занимать время. Да. Сам я по базовым образованием психолог, я закончил психфаком, был, у нас еще Леонид Алексей Николаевич читал, тогда он был когда-то на СК, а потом отошел к историю, к социологию, к политологию. А сейчас занялся антропогенезом. Иногда я вижу имя Выгодского в работах антропологов и сам использую, но особенно, конечно, интериализация, он помогает. Сейчас я как раз пишу, у меня 4 главы про происхождение языка. Известно ли вам, кто более-менее прицельно обращался к проблеме, это происхождение, эволюция сознания, эволюция языка и использовала идея Выгодского? Пожалуй, что нет. Как-то в этом направлении не думал. Но это интересно. Это интересно. Да не говорите. Это инстаграм. Но я могу сказать вот, что почему я занимаюсь русским языком. Это, наверное, по ассоциации, скорее, будет ответ. Но Выгодский как ссылался на Герберта в том отношении, что изучение родного языка принципиально иной предмет, чем все остальные. Потому что Герберт придавал большое значение, я его не люблю. Что ребёнок говорит, а потом учится писать. И его устная речь обгоняет письменную. И проблема очень часто в том, что письменную, как говорит Выгодский, ребёнок говорит как 14-летний, а пишет как 8-летний. И вот этот разрыв, он как бы очень болезненный. Потому что как только Герберт начинает писать, он начинает ощущать себя, так сказать, по возрасту отстающим. Я говорю, немножко в сторону. Это очень важный момент для того, чтобы, как бы сказать, на мой взгляд, здесь есть такой ключ вообще к пониманию того, как изучать язык и к роли языка в развитии человека. И здесь, на мой взгляд, этот предмет очень ресурсный большой. Но я, наверное, ответил по ассоциации с Вашим вопросом, скорее, чем по существу вопроса. Спасибо. Спасибо. Но за вопрос спасибо. Здесь есть ещё что-то в чате. Спасибо большое. У нас есть ещё время на буквально один вопрос или короткий комментарий. Пожалуйста. Нет ли желающих? Тогда, если можно, просто сказать большое спасибо за интересный семинар. И отметить, насколько сильно включение учителей в практику помощи детям, отстающим с их учебными трудностями, способствует налаживанию их отношений и решению огромного количества сопутствующих проблем. Ну, в целом, просто большое спасибо. Спасибо. Виктор Кириллович, я присоединяюсь. Вот в чате тоже много благодарностей. Было очень интересно. Особенно хочется поблагодарить за вот такие конкретные примеры из практики, потому что они действительно, как сказала Галина Анатольевна, очень мотивируют и вдохновляют. Вот. И мне кажется, что, на самом деле, мы, наверное, опять-таки сегодня не остановимся на этой дискуссии. Отправляю ссылку на наше прошлое чаепитие. И вот я надеюсь, что мы продолжим, продолжим дискуссию на страницах нашего сайта. Нам можно писать на почту, можно оставлять комментарии на нашей странице. Там выложены видеозаписи всех наших мероприятий. Поэтому я надеюсь, что мы на этом не расстаёмся, а будем продолжать эту замечательную, очень важную тему. И, конечно, вот в Новом году тоже надеемся на продолжение этого диалога. Спасибо большое, Виктор Кириллович, Галина Анатольевна. Спасибо за то, что вы участвуете в наших встречах. Всем нашим гостям. И, наверное, можно уже поздравлять с наступающим, приближающимся Новым годом. И хочется пожелать, чтобы в Новом году мы всё-таки уже все встретились в привычном формате, а не только онлайн. А вы мне не даёте никакого заключительного ответа на слово? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Вот. Просто когда был вопрос про психотерапию, я ещё вспомнил об одном замечательном моменте. Значит, когда организовывал наш университет совместно с Казьюзом охраны психического здоровья конференцию, а у нас, значит, в шахматах были и дети, собственно, отсталов, которые учились играть в шахматы. Ну и, значит, мы подумали, а почему бы нам не организовать там секцию по шахмату, шахматы для общего развития. Я приехал с секретарём Союза охраны психического здоровья. Ну, я послал, вернее, заявку на тессе. Она мне позвонила, говорит, очень интересно, как с шахматами может быть связан наш союз. Я приехал, мы проговорили с ней три часа, она говорит, я всё поняла, это на шахматы, это наша тема. То есть она ресурс для здоровья в ней увидела. Вот, так что очень такие бывают, такие моменты. Значит, я хочу выразить большую благодарность, Ольга Витальевна, вам за то, что вы мне предложили. Если бы, наверное, были не вы, я бы, скорее всего, конечно, отказался. Очень совсем это было. Но я как решил, раз я уж согласился, и вы, когда вы ещё сказали, ну, вы же можете это вообще не готовиться, это рассказать в очередной раз. Нет, этого не будет. Поэтому я действительно благодарен. Мне очень было полезно подготовить вот этот заклад. Я очень многие вещи, вот как-то, они вот чуть-чуть, Галина Анатольевна, вы же почувствовали, да, вот чуть-чуть, как-то вот это всё развернулось по-другому, я ещё сам не знаю как. Вот. Но мне вот это, я думаю, что это очень была важная такая работа. И, конечно, то, что это был след за закладом Инны Александровны, потому что мы очень мало общались вот последние годы, очень редко, но, как бы, контакт никогда у меня не прерывался, так сказать, всегда оставался прочнейший. В этом смысле контакты очень хорошо. Так что спасибо вам. Я думаю, что это может нас всех вдохновить ещё на что-нибудь новенькое. Спасибо, Дмитрий. Спасибо, дорогие коллеги. В общем, будем ждать Нового года, и в январе тогда снова встретимся и продолжим наш цикл. Всего доброго, тогда до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова